Рынки позиции 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 и вообще зарабатывают на рынке те, кто не занимается предсказыванием того, что будет в будущем, а просто, как говорится, использует какие-то стандартные паттерны и выбирает потенциально хорошие сделки. Вот расскажите нам подробнее об этих паттернах. Существуют различные подходы к теханализу, классический анализ японских свечей, волновой анализ, теория Ганна и так далее. Я использую чаще всего классический теханализ, ну, конечно, в комбинации с другими моделями. Бычьи модели по классике это очень часто V-образные впадины, это двойное, тройное дно, это шипы. Они очень хорошо отрабатывают, статистика срабатывания высокая, поэтому, когда я их вижу, обычно их используют с удовольствием, особенно если есть потенциал движения, запас хода, и можно хорошо поставить стоп-лосс. Как в случае с сахаром это можно делать, ну, и там я рекомендую при первой возможности передвигать стоп-лосс на без убыток. Вот. Если брать японские свечи, то сегодня я собираюсь в рекомендации, которые буду давать, рассказать как раз про бычьи модели японских свечей. Тогда давайте сохраним интригу. Какие еще есть бычьи? Ну, бычьи модели в волновом анализе это так называемый импульс, то есть это резкое движение вверх, пятиволновое, которое показывает на силу рынка. После него обычно идет откат коррекционный, то есть там по силе движения, по расстоянию пройденному можно судить, импульс это или нет, а потом по коррекции подтверждается импульс, если коррекция подтверждается. А сейчас вот бычьи модели актуальны? В какой фазе находится рынок? В рынке очень сильное движение сделали с января многие, что золото, что нефть, что рубль-доллар, что индекс РТС, и поэтому сейчас там запасы хода по тренду, они не такие большие. Может быть, вот вы все ждете, что сейчас будут рекомендации опять опционы там на РТС или что-то еще, но опционы хороши в третьей волне, когда идет очень сильное ответственное движение вверх или вниз. Например, вот если вчера брать прекрасную рекомендацию по Apple, можно было бы взять и купить опционы в ПУД, они бы дали очень большое плечо. Ух, да, уж, уж, уж. Но мы стараемся, понимаете, инструментарий все-таки вот для чистоты эксперимента все можно либериджировать, все можно брать с плечом, но мы стараемся дать рафинированную рекомендацию, а там уже каждый кто во что гораст. Может, некоторые вообще не торгуют опционами. Например, очищенную от валютной составляющей рекомендации не дали, ведь у нас есть возможность покупки на Санкт-Петербургской бирже Apple в рублях. Расскажите. Я думаю, что вы знаете, на самом деле это не очень хорошая идея, поскольку рубль сейчас выглядит серьезно крепче, чем доллар. Нет, ну в этой ситуации, если мы берем шорт, конечно, это нам выгоднее. Но если мы по умолчанию берем все-таки длинные позиции, ликвидность там не очень высокая пока что еще, поэтому, наверное, проблематично шортить пока что еще иностранные инструменты, то, конечно, нам тяжелее в этой ситуации, потому что мы все котировки, основные в наших всех торговых системах, кто бы ни торговал, в какой системе, мы их видим в долларах. И чисто подсознательно мы ориентируемся именно на этих котировках. Нам тяжело это все автоматически переводить в рубли и жить в рублевом мире. Еще есть одна, наверное, сложность. Вот у нас телезритель задает такой вопрос, что в целом российским, ну скажем так, инвесторам не открывают счета за рубежом. В частности, как можно это обойти, что с этим делать? Да, вы знаете, это совершенно стандартная ситуация. Я должен вынужден сказать, что таковы правила регулятора в Штатах. Вы должны подтвердить свое физическое нахождение там и статус налогоплательщиков США. Если вы являетесь клиентом американской торговой системы. Поэтому единственный выход – это становиться клиентом международной торговой системы. Мы договорились рекламы не делать. Ну, люди, кому это интересно, наверняка знают эти компании. Тогда вы будете тарифицироваться по местным налогам. Но, к сожалению, прочие накладные расходы у вас будут выше. Потому что, конечно, американские брокеры – они самые дешевые в мире. И стоимость торгов, стоимость платформы, она, ну просто, так скажем, нулевая. Поэтому может быть Apple на самом петербургской бирже и не настолько, как вы считаете, бесперспективен. Но все-таки предлагаю перейти уже к сегодняшним рекомендациям. По традиции у нас начинает команда технического анализа. Пожалуйста, Михаил, ваши две минуты. Спасибо большое. Забегая вперед, хочу выразить свое изумление и удивление. То, что сегодня наши рекомендации с фундаментальным аналитиком совпали. Вы сейчас все сами услышите. Но я буду говорить про Палладий, про покупку Палладия металла с технической точки зрения. Я обещал вам рассказать про обычные модели. Если посмотреть на дневной график, то там очень хорошо видно, что нисходящий тренд развернулся и делает попытку начала хорошего роста. Пробит уровень 600 долларов и пробит он импульсным движением. И сейчас последние несколько дней там цена над этим уровнем консолидируется. То есть набирает силу для дальнейшего движения. Соотношение риск-прибыль по покупке очень хорошее. Можно поставить короткий стоп на уровне 580. Так вот, про сами модели. Дважды на графике, если вы откроете свечной график, видно три больших белых свечи. Они называются «Три солдата». Три белых солдата. Они говорят о том, что тренд продолжается, тренд имеет силу и есть покупатель в рынке. Поэтому, основываясь на свечных моделях и плюс, если добавить туда еще хороший риск-прибыль, я рекомендую покупать по ладис целью первой 650, вторая цель возможной 775 и стоп-лоссом 580. Покупать по цене 602 примерно с половиной. Вот так вот. Спасибо большое. Итак, спасибо. Есть вопрос в продолжении этой темы от Марата. Вот такое ощущение, что платина и палладий как-то очень своевременно прозвучали. Сегодня утром нам пришел вопрос. Имея капитал в 2000 долларов, есть ли альтернативы фьючерсам на платину и палладий на Форц, исключая форексные компании? Какие советы дадите насчет торговли именно этими малоликвидными фьючерсами, учитывая, что стоп-лосс невозможно поставить? Я думаю, что на российском рынке лучше это не исполнять, надо использовать международных брокеров, крупных, и там все будет намного проще. Там можно будет поставить стоп-лосс и хорошо войти, там есть ликвидность. На российском рынке, я вот, например, вчера покупал золото, хотя я говорил, что золото пока не видел на покупку, но краткосрочно спекулятивно покупал вечером. Стоп-лосс уже в безубытке. Что-то другое там смотреть, ну... Что-то другое в рублях. Да, я согласен. Давайте я пару слов скажу. Значит, я читал вопросы от Марата. Марат, мой вам совет. Смотрите шире на рынки. Я понимаю, что вы в основном торгуете на российских торговых системах, но есть определенные... Когда мы видим трудности, нужно эти трудности обходить, а не взбираться в гору. Если вы видите, что по вашему инструменту нет ликвидных позиций, которые торгуются на том же рынке Форц, то надо, значит, выбирать другие рынки. Это реалии. Я просто призываю к тому, чтобы посмотреть шире. У нас есть замечательные ETF-ы на тот же самый Палладий. Есть... Вот на них и будем смотреть. Владимир, нам нужно переходить к вашей сегодняшней рекомендации. Пожалуйста, две минуты. Да, значит, но я тоже должен с юмором констатировать то, что у нас совпала рекомендация. Замечу, что это не договоренность какая-то между игроками. Абсолютно. Никакой договоренности не было. Видимо, это случилось спонтанно. Тем больше интрига. В том смысле, что если технический анализ показывает покупку в Палладии и фундаментальный анализ тоже показывает покупку, то, наверное, это неплохая позиция на самом деле. Значит, меня в первую очередь заинтересовало то, что я на графике присылал расхождение в динамике между золотом и Палладием с начала года. Если золото с начала года показало рост, вот он этот график, то, соответственно, видите, что Палладий достаточно существенно отставал. Я не думаю, что этот гэп будет немедленно закрыт. Но вот тот абсайд, который мы видим, вот эти вот от 5% до 20%, по сути, 15%, которые показывает золото, он будет каким-то образом сужаться. Еще и потому, что на лондонской бирже металлов сейчас идет снижение запасов по Палладию, обусловленное тем, что ряд покупателей, импортеров, значит, воспользовались конъюнтурой низких цен на металлы и начали активно закупать физические Палладии впрок. Я думаю, что это очень серьезный сигнал бычий. С точки зрения фундаментального анализа лондонская биржа обычно к таким вещам достаточно серьезно относится. Инструменты реализации – это ETF. Традиционно это мои любимые инструменты. Я обычно такие стратегии именно через них реализовываю. И один из инструментов – это PALL, американский Палладий ETF. Целевая цена порядка 612 долларов. От текущего уровня? От текущего уровня, да. Итак, у нас есть рекомендации по одному инструменту. Это в данном случае Палладий, но с двух разных сторон – это фьючерс и ETF. Вот что будет выгоднее, это посмотрим завтра. В идеале должно быть одинаково. Должно быть одинаково. Проверим ETF на вшивость. С учетом тех или иных расходов комиссионных и прочих. Но в любом случае это, конечно же, уникальная ситуация, когда, не договариваясь, два игрока делают ставку на один и тот же инструмент и в одном и том же направлении. Я напомню, что, уважаемые телезрители, вы можете нам задавать вопросы, присылать комментарии на адрес электронной почты battle.rbctv.ru, а также в твиттер и в конце недели голосовать за то, кто из участников выглядел убедительнее с вашей точки зрения. За команду технического анализа на текущей неделе сражается Михаил Дорофеев, руководитель аналитического отдела спецпроекта Vision, хедж-фонд Dream Team Investments. Команду фундаментального анализа представляет Владимир Ружанковский, директор аналитического департамента ИК ОК Брокер. С вами была программа «Рынки позиций» Елена Крупова. Не переключайтесь, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова